Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 200. Тема «Смерть». Человек согрешил, но тут же раскаялся в душе. Неожиданно его настигла смерть, то есть этот сделанный грех неисповедан. Учтется ли покаяние в душе на частном Божьем суде? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог не человек и всегда знает все, прежде бытия». Так, простите, учтется ли покаяние в душе на частном Божьем суде? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог не человек и всегда знает все, прежде его бытия. Если бы намерение доброе или злое и не было исполнено, но у Бога все это уже высчитано. Ибо из человеческого сердца исходят планы». Евангелие от Марка, 7 глава, 21-23. «Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека». Евреям, 4-12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Иов, 34-10-12. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с Ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда». Иезекииле, 33-18-21. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». «Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. «И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Иезекииле 18, 20, 29, 32. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззакония беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 3 Ездрой 16.64. Он знает намерения ваши, и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши. 3 Премудрость Соломона 6.3. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исцеледует ваши дела и испытает намерения. 4 Сирахов 35.21. Доколе не воздаст человеку по делам его и за дела людей, по намерениям их. Иов 22.28. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Амоз 4.13. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. «Господь Бог Саваоф, имя Ему». «Господь Бог Саваоф» «Господь Бог Саваоф»